Девушки отдыхают 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 КСП в итоге-то справились с проблемой, обыграли Бобр? Тяжелая была игра, начинали с 0-1 и стало местами тревожно, потому что мне показалось, что надо скрывать оборону, сейчас Бобр может засесть и будет очень сложно. Плюс, опять же, от мяча не было Кириченко, Бирюкова, Заикина, это такой мяч супермозговой, суперцентр команды, суперкреативщики, Которые могут придумать гол из ничего, их сейчас нету. Понятно, команда учится играть, пытается играть заново. Плюс, не было Питерских, Павлова и Шмонина, но ФКСП сыграл друг за другом, мне показалось. Были все равно команды, не стали истерить, начали психовать после пропущенного мяча. Даже несмотря на то, что не получалось в первом тайме, брак присутствовал, не клеилось, как будто вот тут не идет. И все равно переломили и обыграли. Как тебе новая форма, кстати? Меня вообще космос напоминает. Я когда приехал, шел только к полю, мне показалось, что космос разоминается в новой космической форме. Очень непривычно. Форма красивая, но очень, конечно, непривычно видеть. Будем привыкать. Фартовая оказалась. Ну, дай бог, дай бог, дальше Селтик 2. Вообще так, первый раз я вижу, чтобы две команды, Селтик и Селтик 2, можно сказать, дубль. Вторая команда, чтобы играли на такой высокой стадии. Конечно, да, заглядывая вперед, ФКСП опять же будет фаворитом в этом матче. Но вот этим статусом надо, конечно, воспользоваться. Надо воспользоваться и будет все очень непросто, потому что, если честно, Селтик 2, по сути, сделал так, что теперь у нас будут точно новые обладатели чемпионов. Да. Селтик 2, получается, обыграли они… 3-2. Самое интересное, что в первом матче Селтик 2 выиграл 3-2. Потом Селтик… Зеркалка? Горел. Горел 0-3. 3-0 горел Селтик 2. Спас. Потом 3-2 в основной и по пенальти Селтик 2 выходит дальше. Во втором противостоянии Интер Селтик тоже хорошая пара. Но опять же отмечаем, что Селтик 2 вроде получше, попроще может быть. Но на самом деле, как раз те, Селтик 2 будут биться грыземлю за этот финал. Да. Дело в том, что у нас, может быть, не все успевают следить за другими округами. Но здесь надо понимать, что это не дубль в классическом понимании, который гораздо слабее. А Селтик 2 даже вот сейчас по некоторым оценкам даже посильнее Селтика. Я в чемпионате смотрел, Селтик 2 неоднократно обыгрывал Селтик в вышке Востока. Поэтому это 2 крутых серьезных команды. Но то, что вот эта двоечка, конечно, да, случай уникальнее. Да, заставляет, может быть, главное, чтобы не было такого, чтобы в КСП посмотрел, подумал, что Селтик 2 и это что-то такое проходящее. Но я думаю, что недооценки уже на полуфинале быть не должно быть. Не должно. Не должно. Я уверен, что Ростер посмотрит. Там же Маледдинов и все эти ребята. Все они на виду в Москве. Причем я уверен, что там полкоманды из КСП с ребятами из Селтика 2 в других турнирах играли. Поэтому прекрасно все знаем. Макс, мне еще понравился новичок в КСП Евгений Евгеньев. Да. Проявился хорошо. С корабля на бал. Первый дебют за прокуратуру и голевая передача, и гол. И столько времени ему дали игрового. И вписался. Причем не из самой топовой команды. Респект Кипост. А тем не менее так здорово сыграл. Надеюсь его так держать, что так же будет помогать в прокуратуре нашей. Родной. Ну, желаем успехов в КСП в полуфинале. Очень ждем финал. Это будет большое событие для команды и вообще для западной лиги. Давай теперь обратимся к Кубку ЛФЛ. Здесь тоже у нас остался один представитель запада. И он так в киски с севера попал. Потому что из четырех команд, которые играют в полуфинале, три северных. Попали мы на Динамо. Ну, вот примерно ситуация как с ФКСП. Вроде бы Титан фаворит. Но Динамо должны проходить. Но вот один матч, два матча. Все что угодно случится. Динамо будет грызь биться. Динамо, кстати, который бы играл в Трансконтейнер. И чем-то они похожи даже в Трансконтейнер. Только у Динамо все-таки на данный момент уровень повыше. Да, вязкая команда. Организованная, играющая от обороны. Там Кирилл Орлов кричит. Все там цементирует. Гришин ловит. Да, в воротах ловит. Опыт колоссальный. Динамо давно уже играет в высшей лиге севера. Бронзовые призеры. Премьер Лиги Северного округа. Да, по сопернику очень непростой. Но, опять же, Титан, я думаю, что хабарит. Если будет должный настрой. Если команда не даст себе слабину. А сейчас Титан может штормить. Да, несмотря на то, что была победа над Востоксервисом в гостях. 2-0. Вообще, там, кстати, не все так гладко-то прошло. В первом тайме даже несколько моментов было. И зрители сейчас могут видеть это. Несколько моментов по усадьбе было. Вот, понятно, что надо было забивать. Титан забивает. И забивает, вроде, второй мяч. Но, вот, интересная ситуация. Через несколько минут Владимир Кожевский все-таки отменяет этот забитый мяч. Ну, не минут, но прошло там. Ну, много прошло. Я такого человека тоже так не вспомнил. Мяч попадает в руку Виктору Капкову. Мы пересмотрели. В центре поля. В центре поля. Потом следует 4 или 5 передач. Передач. Гол. Да. И указание, главное, на центр. И потом только отмена мяча. Ну, вот так вот. Как на вар можно сказать. Что посмотрели, пересмотрели. Да. И приняли решение гол отменить. Но, естественно, эпизод был скандальный. Поскольку уже атака развивалась. Свистка до этого не было. Гол забили. Гол важнейший. Который переворачивал вообще весь исход этого противостояния. Да. В итоге был отменен. Ну, нет. Почему? Было бы 2-0 по сути. То же самое. 1-0 было. Нет. А если 1-0 остается, то на тот момент тогда получается, что серия пенальти была. Ну, да. Тогда серия пенальти. А с рассчитанным голом уже бывшая усадьба Банная Востоксервис уже вылетает. Да. Но слава Богу, что все-таки в конце, наверное, вот эта футбольная справедливость, она все-таки перешла. Титану аукнулась. И Титан Зимченков выводит команду в полуфинал. На 57-й минуте. Да. В самой концовке. А до этого, кстати, вот мы пересматривали, да, было падение в штрафной игрока Востоксервиса в штрафной Титана. Представляешь, если пенальти забили и… Да. Да. Просто вы вылетели бы. То есть, я очень хочу сказать, что на Тоненького прошли. На Тоненького, да. Ну, и соперник такой, Макс, тут по-другому нельзя. Вон, Успенская на 55-й забила и вело 1-0 и каталась вот он в полуфинал, четвертьфинал. А в результате получается, что, извините, 1-1 на серии пенальти и Востоксервис ведет в первом матче у Титана 3-0. Вот тебе, пожалуйста. Вот. Ну, поэтому соперник очень непростой. Дальше… Лига чемпионов выигрывавший, да? Да. Игравший в финалах неоднократно. Во втором матче Хайтек встречается с СДК. Это Северное противостояние. Но Хайтек, кстати, обыграл Коммунар в 1926. Которые уходили туда, чтобы за что-то побороться. Да, там приходные кампании. Но, вот, если после первого матча Коммунар оттеплил надежду, 4-3 Коммунара, но выиграл, то, собственно, дома у себя, увы, Хайтек собрался и просто нанес разговарное поражение со счетом 7-3. Ну, и дальше СДК Хайтек. Ну, здесь, наверное, СДК фавориты Титана. СДК Титан, конечно, был бы, да, Макс? Просто красотень. Да, это вот была бы сумасшедшая вывеска. Но, честно говоря, Хайтек не стоит тоже списывать. Несмотря на то, что Зимченков ушел уже на «Титан» и решает исходы поединка, как ушел он, да, из хайтека. И многие вообще ушли там. Мне тоже там говорили люди, говорят, ну, там, по сути, что там остался только один Концидалов. А в итоге Хайтек, да, кстати, Хабабенко ушел, да, вот. А в итоге Хайтек-то в полугода. Ну, да. Но СДК, наверное, да, фаворит будет поединка. Очень бы хотелось финал «Титан» СДК, конечно. Ну, да, это вывеска была бы шикарная. Как в Лиге Чемпионов вывеска. Ну, вывеска там куда ни посмотри, там везде будут топовые матчи. Вот. Здесь все-таки немножко есть предпочтение у нас, да, так скажем. Конечно. У нас осталось еще два матча. Это, как мы называем, мини Москва, Лига Москвы и Кубок Москвы. В Лиге Москвы у нас представлен Портер, который, как обычно, бросает все силы туда. И в 1-4 финала была обыграна команда ВЭД со счетом 5-3. И неплохие шансы на то, чтобы дома закрепить, собственно, на то, чтобы не было. Да. Ну, сам Николай Новик говорил много раз. Мы – Кубкова команда. Портер сколько уже Кубков выигрывал, да. В чемпионате, действительно, дела не очень клеятся. Но зато вот здесь вот Портер по-прежнему в игре. По-прежнему шансы неплохие выиграть. Ну, вот, Макс, опять же, север. Опять же, да, ВЭД – северная команда. Опять на север ездила команда. Там всегда очень непростые выезды. Ну, понятно, что во втором матче надо бы, ну, не оберегать преимущество, но, по крайней мере, с Гандигапом два мяча играть попроще. Но, опять же, вот опасно, опасно, да. Наверняка ВЭД захочет реабилитироваться. Терять уже нечего. И Портеру, конечно, во-первых, надо быть крайне внимательным, потому что, как раненые звери, напасть не вдвойне. И собраться в оптимальном составе все-таки, да. Да, очень важно это, конечно. Потому что, ну, для 8 на 8 плюс 2 – это очень зибкое преимущество, так сказать. Отыгрываем легко, если команда не соберется. Но будем надеяться, что будет в порядке. Да, ответный матч пройдет 11 октября. И все, как говорится, карты в руки команде Максима Ковальчука. И у нас остался еще Кубок Москвы. В Кубке Москвы представлена, кстати, моя команда, команда «Барс». В первом матче мы обыграли Килу Кирилла Разумовского со счетом… Неприличным счетом. Да. И едем на вы, собственно говоря… С неплохими шансами, да? Да, с неплохими шансами на то, чтобы пройти дальше. В принципе, хотим очень выиграть этот Кубок. Но на север, опять же, всегда непросто. Даже, наверное, в наказание после поражения Константы мы едем в основные составы. У меня вот вопрос. А вот как Кирилл Радумовский будет мотивировать свою команду на сборную эту игру? Да, ты знаешь, я думаю, что просто давайте поиграем и получим удовольствие. Да, потому что даже в первом матче, Макс, я не заметил такого, чтобы сильно… Ну, не то, что расстроились, а какой-то пихость, какой-то нервозность. Кирилла не было. Наверное, они понимали, что все-таки сейчас «Барс» посильнее, да, и вот… Ну, играли как могли. Знаешь, где поначалу постарались, когда уже потом начали пропускать мячи, то играли уже там, условно, с удовольствием. То есть, при этом какие-то были даже смешки на бровке. Ну, то есть, спокойно. Ну, то есть, по футбольному, так сказать, восприняли объективную реальность. Ну, понятно, что 10-1 – это, конечно, говорит о колоссальном преимуществе одной команды на другой. А Кирилла – только комплименты за то, что так достойно в углу относятся с уважением. Ну, вот в другой серке «Академия Гефест» тоже один из фаворитов этого турнира, который, наверное, должен, эта команда должна оказаться в финале. Поэтому, я думаю, что «Академия Гефест» свои задачи, собственно, решит против «Сирени». Ну, желаем, Макс, да, нашим командам… Да, конечно, желаем побед и титулов. Давайте пройти стадии вот эти спокойно, без лишних нервов. Ну, пока что, да. Если будут все четыре кубка выигры западной команды, это будет очень круто. Ну, отмечаем, что и «Барс», и «Портер СВ» в малых кубках ставят для себя задачу победы в этих турнирах. Да, все верно. В чемпионате у нас сменился лидер, и это уже третий лидер за несколько недель. Был «Титан», потом «ФКСП», и теперь на первое место вышел «Мега Титан». Мы отмечаем его победную серию. Макс, давай статистики немного. Да, получается, за две недели команда набрала 25 очков. Я писал, что там у них было три победы, одна ничья с «Титаном», три технички, да. И сейчас еще обыграли «Портер» и «Космос Вейер». Сумасшедший график, да, столько очков. Набрать 25 очков за две недели команда взлетает просто с четвертого места на первое. «Мега Титан» смотрится очень сейчас целостно, очень собрано, нет какого-то разгильдяйства. Команда понимает, что надо набирать очки, и надо максимально делать это рационально. И команда получается. Даже несмотря на то, что две игры за выходные команда проводит, все равно смотрится функционально очень хорошо. В субботу вообще был выигран «Портер» 10-1. Но это стыд-позор против меня Макс Ковальчук, который там бесновал на бровке и понимал, но сделать, к сожалению, ничего не мог. Да, «Портер» был ослаблен, но не на 10-1. Все-таки, да. Даже если у «Портер» кто-то не приезжает, все равно 10-1, ну, никак нельзя. Ну, ты написал, да, я читал уже отчет твой, что самое крупное поражение АФК «Портер» в его истории. Ну, было всего две замены, да. Еще Абузар Мамедов, к сожалению, сломался. Ну, ты потом вспоминай, через год, да, что «Портер» не собрался тогда. Мы все будем помнить, что «Портер» проиграл, а самое крупное у них было вот в 20-м году, 2-го, 3-го числа против «Мега Титан» 10-1. Да, 10-1, конечно. Мне кто бы сказал, я не поверил. Правда, я смотрел трансляцию, но если бы не увидел и мне сказали «Портер» 10-1, я просто не поверил бы. Ну, да, да. Зато в воскресенье «Космос Веер» с Погребняком, с Пименом и даже это нипочем. Макс, ты вот отмечал, что «Космос Веер» неплохо. Мне очень понравился «Космос Веер». Ну, а результат-то ты пойми, да? Результат-то один, но очень достойный. И, честно говоря, я вот смотрел, комментировал уже этот матч. После игры «Космос Веер» не было какого-то там, знаешь, вот такого прям пораженческого. Они были прям довольны своей игрой, что действительно очень достойно с «Мега Титана» сыграли. «Мега Титан» сейчас на ходу. Мне кажется, «Мега Титан» сейчас самый качественный футбол показывает из наших западных команд. На мой вкус. Ну, они, знаешь, не обременены они еврокубками, и что тоже есть свой плюс. И при этом «Космос Веер» при счете 3-1 просто, ты помнишь, как концовка матча, как они насели. «Голевец» с нами перешучивался, мы же вместе стояли, да? Александр «Голевец» шутил с нами, там у него хорошее было настроение. В конце матча, замените, «Голевец» уже все с нами не общался. Он уже стоял на бровке, кричал, нервничал, переживал, Конечно, все равно, мне кажется, какой-то гадикап у «Мега Титана» был. Да, он там где-то некоторые прижал, но все-таки не настолько, чтобы было сказать, ой, как горячо, и сейчас «Мега Титан» посыпется. А такого нету. Мне кажется, «Мега Титан» достаточно спокойно отоборонялся. Хотя, да, «Космос Фейер», согласен, показал неплохой футбол. Но, опять же, два человека все-таки не делают, видишь, погоду. Вообще никак. Погоду настолько, чтобы обыграть «Мега Титан». Да, да. Все верно. Еще бы я матч какой отметил. Это «Адидас» с «Коммунар». Тяжелейшая игра. За 6 очков. Да, за 6 очков раз. И, ты знаешь, очень эмоциональная игра получилась, как с одной, так и с другой стороны. У «Коммунара» приходный был на бровке, помогал. У «Адидаса» очень нервничал Игорь Астрицкий, который завелся, мне кажется, немножко не по делу, но потом отдадим должное руководителю «Адидаса». Подошел, извинился перед главным арбитром. Ну, там вопрос-то выеденного яйца не стоил. Там за то, что время закончилось, менеджер «Адидаса» завелся. Но там уже, да, оно, по его мнению, закончилось. И все равно подавал «Коммунар» штрафной. То есть, два очка повисли под вопросом, да. И я даже заметил момент, Игорь Астрицкий схватил свой сотовый телефон. Ну, похоже, какая-то новая модель айфона. И просто со всей силы вот так вот его швырнул об газон. Я не знаю, там разбил, не разбил, но такое нечасто увидишь. Вот знаешь, как переживал. Ну, в итоге, хорошо для его команды. Ну, конечно, как-никак с «Коммунаром» набирать очки. Тем более, такая тяжелейшая игра получается. Кстати, выйдет сегодня-завтра интервью с главным тренером «Адидаса» средним долгом. Огненное интервью. Шикарно. Человек рассказывает историю. Ну, честно, слушать было одно удовольствие. И если бы позволяло время, то за час можно было там перевалить это интервью. Но вот тот промежуток, который успели поговорить, рассказал много чего интересного. Есть какие-то инсайди, свое прямое видение. То есть, не лукавляя, ничего, вот говорят так, как есть. Вообще круто, очень круто. Ну, опять же, «Адидас» – молодая команда, стабильности не хватает. Мы это отмечаем. Ну, играет команда в последнее время очень неплохо. И вот с «Адидасом», с «Амиготитаном» в прошлые выходные, когда 3-1 проиграли, ну, тоже вели после первого тайма. Там почти весь первый тайм вели, пропустили в концовке. Но играли очень добротно, симпатично. Поэтому у «Адидаса» хорошие. Есть потенциал, так скажем. Давай посмотрим, Макс, на турнирную таблицу. Здесь «Амиготитан», как мы говорили, вырывается на первое место. Но две игры в запасе у «Титана» и одна у «ФКСП». То есть, потерянным «Амиритан» на втором. Рядышком «Трансконтейнер», «ЦДН» и «Портер». Собственно говоря, у «Портер» есть свое преимущество перед «Успенским», который хочет попасть в Еврокубки. «Да». И «Портер» испытывает кадровые проблемы. Соответственно, у нас интрига не только в части чемпионства, но и в части попадания в Кубок ЛФЛ сохраняется. Время и игры на то, чтобы как-то поправить свое турнирное положение есть. Поэтому мы увидимся на полях. Вот сейчас календарь, собственно, выходных. И центральный матч, конечно, будет «Трансконтейнер» на «ФКСП». Согласен, Макс? Да, конечно, центральная встреча. Играет команда, претендующая на медали. Ну, «ФКСП», наверное, и, несмотря на потери, все равно надеется чемпионом стать. И поэтому, конечно, этот матч выделяется и прямой эфир. Ждем великолепной игры. Ну, а после небольшой паузы мы возвращаемся в студию. И уже с гостем. После небольшой паузы мы поговорим о первом дивизионе. И как мы анонсировали, к нам присоединяется наш гость, которого мы неоднократно уже приглашали. Никак она не мог доехать до нас. Но сегодня случилось, после знаменательного для команды события. Мы рады, что ты наконец-то доехал, плюс повод был, с которым ты не мог никак не приехать. Как оценишь матч, какое общее впечатление? Погода была хорошая, я сразу к Дмитрию подошел и говорил, что это отличная погода, чтобы обыграть Барс. Я им сказал, что мы за 10 лет впервые команда «Констант» в таком сильном составе, и вы приехали именно на вашу игру. И, собственно, так и получилось, состав не подвел, все приехали, все в огонь были. Все получалось, наверное. Скажем так, если говорить про игру, то я знаю свою команду и знаю, где есть игра и где есть мастерство игроков. Вот здесь, сейчас мы выходим за счет мастерства игроков, много добавленных, скажем, или успешных наших игроков. Ребята реально молодцы, по-своему сильные, и это на каждую позицию. Так, мастерство есть, но не хватает пока игры, получается? Ну, либо я слишком придираюсь, но мне кажется, да, нет, и нам бы не помешало, как сказать, подходить. Более понятный футбол, более понятную игру, потому что не просто на индивидуальных качествах игроков выходить. Мне кажется, здесь играет роль тренера. У нас команда друзей, ну, про команду мы тоже будем разговаривать, наверное, как она. Команда друзей, у нас нет такого человека, который руководил бы прямо по футбольному. Я, наверное, руковожу, да, но я не футбольный человек, так скажем, у нас футбольный Филатов Олег. Он является главным тренером команды по физподготовке, по... По составу? Ну, мы вдвоем, да. По замене он тоже говорит, она там не кого-то. Да, мы вдвоем, у нас полное понимание с ним, мы как бы с ним первый раз как-то начали, подружились, как-то пошло, у нас есть полное понимание. Я полностью перед коллективом, конечно, отдаю перегативу Филатов Олегов. Он, как главный тренер, он решает и, естественно, все его слушаются. Ну, просто мы неоднократно обсуждали такие моменты, как играющий тренер. Это всегда очень тяжело. А как вот, да, когда там горячие пары... Да, темой, когда игра такая серьезная, как с Барсом, условно говоря, и таких матчей, да, руководить и играть, ну, это действительно очень сложно. Именно здесь мы взаимовручаем друг другу. Именно вот именно то, что я подпаду на поле, я лучше вижу сброски, ситуацию, и могу и замены сделать, и постарать, вот. Полное взаимопонимание. Первый тайм был такой тяжелый, сложный, ожидаемый, да, вязкий. И мне вот, например, внутри, мне показалось, что он был медленный. Нет, сонный я его назвал. Или сонный, да. Они проснулись, и вы, видимо, тоже не проснулись, как мне показалось. Ну, как-то никто не форсировал. Приглядывались. У нас, честно говоря, я сейчас скажу с своей стороны, мне не понравилось, как мы собирались, как мы подготовились. Потому что мы до игры, ну, как бы, отмечали, что Константы сейчас в хорошей форме. Третье место. Это, по сути, наш конкурент, который может отобрать очки. Ну, потому что с Дюперем сыграли, кинем играли. Константы сейчас просили отнестись серьезно. Но не все, видимо, еще прониклись первым дивизионным и уровнем соперников. Да, и не все должным образом отнеслись. И это тоже сказалось. Ну, мы, понятно, что выводы уже после этой игры сделали. Но не все все-таки настроились должным образом. Десять минут вы взяли, я помню. Десять минут брали, да. Там некоторые, так скажем, вальяжность с виском выходит, да. Хотя предупреждали. Написали, что играем в третьем местом. Что просьба собраться заранее. Ну, вот кто-то решил, что Константа не тот соперник. Не Титан, условно говоря. Самый главный вопрос – это организация ВФЛ. И когда Дмитрий, так скажем, страдает из-за этого тоже. Это очень важно, если команду Смирнова в организационном плане как бы десять минут. Это, честно говоря, для меня немножко странно. Но бывает. Все бывает. Да. У вас даже, по-моему, все команды пришли. Вы, наверное, в ардиалке общались? Да. Мы на парковке встретились. Потом пошли. Ты и Олег, собственно, говорили команде какие-то слова. Да. Что это были за слова? Все понимали ответственность этого матча. Все следят за таблицей. Всем интересно. Это тоже очень важно, когда все вовлечены в процесс. Чем больше заявки людей увлечены, так и 25 людей, тем больше шансов. Положительность. Да, конечно. Стабильность и организация – это два очень основополагающих момента для руководства команды. И здесь так получилось, что все, слава богу, играющие без травм болеют. И приезжают, сбор хороший просто. И, как-то слова, у нас раньше было, наверное, я всегда мотивировал, говорил. Но как-то со временем это уже все друг друга очень хорошо знают, что тут говорить. Мы все и так понимаем все. Да, естественно, по составу, по игре, как лучше делать. Вторым номером будем играть. Подсядем назад, подождем, как будем раскрывать. Это, естественно, на какие-то моменты мы всегда. Второй тайм получился, ну, судя по счету, полностью за твоей командой. Как его оценишь, да? Потому как три вича вы забили, по сути, безответных. Были у вас еще моменты. Что у вас по второму тайм? Трессинг. Хороший трессинг был. С глубиной очень хорошо выходили из защиты из-за того, что у нас пилатполик играл справа в защите. Это очень сильная такая обойма, когда сзади человек разгоняет, видишь, человек с ударом, с видением. Сыграл очень большую, положительную роль. Это он сам себя поставил? Это наше обоюдное решение. Я говорю, у нас всегда мысли сходятся. Мы даже, как я помню, играли три года назад вроде против Плазмана, когда ты играл, Медведевский играл. Полностью состав Барса был. Зимний Кубок. Зимний Кубок. Полностью был состав Барса. Ну, минимум, человек пять было. Мы обыграли вас. Да-да-да. В полуфинале, да, по-моему? Да, в полуфинале. Да, в полуфинале. И там тоже Филатов. Ну, первый раз, когда Филатов поставили защиту. И он очень понравился. Мы поняли, что на серьезные матчи это можно будет. А почему он нагрели? Ну, потому что справиться, наверное, с защитой. Ну, это такая тактика игры. Включительно. Разы, да? Да. Ну, константы группы атаки позволяют такие решения. Да. Из-за сильных ребят впереди. Да. Ну, еще, да. Плюс. Поэтому, конечно, надо фактировать замены. Кто лучше поставил. В результате после игры. Как бы эмоции, радости. Честно говоря, мне кажется, все были уверены в своей победе. У нас сейчас такое прям настроение в команде. Уверены. Ну, вот, как бы эта самоверенность не вышла боком нам. Но пока все получается. Все в обои. И поэтому даже не было такого, что… Вал, что тут какое-то чудо. Вот если Титана обыграем, а в ноябре, да, вроде, кубок. Да. В игру попадаем на Титан. Я думаю, мы в следующем составе будем выходить, как и Баска выходили. И попробуем. Ну, не знаю. Вот там, если да, будем другом работать. Угу. Миш, ну вы-то, расскажи, получили стык за не собранный? Ну, после игры, да, нас Дмитрий оставил. Так, поговорили. Серьезно, выводы были сделаны. Но я говорю, еще сказал то, что многие недооценили не пони серьезный соперник. И что надо настраиваться, играть и так далее. Мы играем там, причем в Ложенька, не в втором дивизионе в последние места, так, где там Весмирон пешком были. Все-таки есть уже серьезная команда с хорошими исполнителями. И Константы сейчас вы прете. Все хорошо. Я хотел тебя, как раз спросить. Вот увидел, как мы играем. Каковы наши шансы, если мы будем играть с командами из высшей лиги? Вот сейчас Барс на каком уровне находится? Вот если бы вот с таким составом, с таким отношением мы были бы, столько мотиваций были бы в вышке. На каком месте Барс шел бы? Мы бы шли вот с тем, что есть сейчас, и это середина. То есть, ну, мы второй шалон… С Еврокубками, видимо, нет. Ну, при успешном стечении обстоятельств мы бы шли в середине. Ну, второй шалон, когда вот эти идут Титаны, Мегатитаны, Трансконтейнеры и так далее. Вот примерно где-то Успенская, Пеникс где-то плюс-минус. Где-то вот так. Значит, мы тоже здесь. Ну, я думаю, что да. Но наш плюс, знаешь, в чем, если бы мы выбирали опыт, это просто вот громадный плюс. За счет этого мы бы смогли держаться. Вам, конечно, нужно было, нам нужно усилиться. Мы подняли премьерку, это уже однозначно. То есть, Дмитрий, я этого и собрал нас после весны. Вот сейчас, чтобы пойти на человек пять-шесть, для того, чтобы бороться, это надо вообще на нас. То есть, это как вот… Еще плюс пять. Да. Это еще надо набирать кем, кто сейчас играет. Да, и плюс пять-шесть – это классный футболист, на который мы подняли премьер. Вот, поэтому, в принципе, я думаю, что, ну, и середняк при должном настроении и при сборе, вы должны быть, но человека три-четыре минимум. Я понимаю, да. Ни одна команда, еще мы обсуждали это постоянно, выходила финансовая, «Тан», «Успенская», кто не выходил, все через год, через два менялись, меняли на «Сатан». Это вообще ни одной команды не было, которая выходила своими и играла бы. Возьми, кстати, «Успенская» в первой лиге и вот сейчас нынешняя команда. Да, да. Там все. Один-два человека осталось просто. Да. Мы дорожим, на самом деле, для нас это очень важно в этот момент. Если вы будете вторыми кигляльными, это будет круто, но здесь тогда надо немножко схему игры менять, потому что кегли, они не претенденты на играть с кем-либо в открытый футбол. Они кусачи, они собаки такие, они вырывают. От защиты. Да. И если вы решите играть в футбол, то, конечно, это тяжело будет. Если вы исключительно а-ля кегли, то, в принципе, за счет дружбы, за счет сплоченности где-то можно выбрать очки. Но… Риск я понимаю, на самом деле. Потому что даже если у нас элементарно основные игроки кто-нибудь сломает, ну, не дай бог, да? Ну, да. Митрофанова, который спеливает, то мы все, мы уже будем в очень подвешенном состоянии. Ну, я так понимаю, что по настрою команда хочет? Ты, как раз, технически, да, относишься к этому? Я… Вот я… Нет, я-то не хочу. Я… Что я хочу, я так скажу. Я хотел бы еще один год остаться, чтобы выйти с первого места. Я хочу первое место первой лиги стать чемпионом. Да. Чтобы было за константой. Ну, 10 лет все-таки существуем. Хотелось бы только у нас есть. Ну, и дали. Мы занимали и второй, и третий, и зимний кубок выиграли. Ну, хотелось бы именно что-то вот такого. Ну, так как у нас… Учитывается мнение каждого, и большинство хотят, ребята молодые, хотят попробовать себя. Естественно, ну, я буду показывать, естественно, выйдем, попробуем. Главное, чтобы если вышли и постоянно проигрывали, внутри команды не распадалось. Вот это самое главное. Да. Чаще всего, когда у нас была в истории такая ситуация, когда мы вышли со второй лиги в первую, внутри команды произошел раскол. Это когда как-то под Березкими играли у нас, мы разошлись, так скажем. Ну, вы в этот сезон вышли в первую. Мне позвонили, Зубук мне позвонил, говорит, ну, я поздравляю, вы в первую лигу. Я говорю, блин, я понял, что все, сейчас вот стоит задача сохранить команду. Вот. Потому что я понял, что состав развалился полностью, мы уже вышли. И весь сезон, ну, когда всем проигрываем, мы заняли последнее место. Ну, мы сохраняли клип. Что Филата, по-моему, не было тогда, да? Не было. Я понял, мы просто друг с другом играли, атлетики. Да. И его не было вот. В том сезоне, в конце сезона пришел Филата. А, он в конце его сезона. Когда мы проигрывали. Ну, вот, Анар, я разделяю его мнение. Ребята, наверное, еще не до конца понимают, что везет пример лиги. Честно. А вот Кегли почему не хотят идти? Потому что они знают, что там будет. Да. Когда ты постоянно приезжаешь, проигрываешь, не такие эмоции. Постоянно это получается, атмосфера меняется в команде. Да. Это тоже сложно. И ребята, мне кажется, особенно, ну, после победы, условно, над Барсом, да? Где там вроде Барса выиграли, мы можем горы свернуть. Это тяжело. Плюс, даже можно обыграть Титан в одном матче. Как это сделал Успенская там в прошлом году. Хотя они уже были. Они обыграли Успенска. И почти год ждали. Вдруг 5-0. Ну, там надо, конечно, 5-0. Ну, один матч. Ну, конечно, серию, это уже вообще по-другому. Понимаешь? И вот наша команда, и ребята тоже понимали, что их ждет. И это вообще другое. Вообще другое. Психологическая устойчивость должна быть, да. Сплоченность. Я могу просто сказать, почему проблема. Так давно можно было бы выйти, обновить состав, 20 парней набрать и выйти в вышку. У нас принцип команды – сохранить именно коллектив, который основа константа, так скажем, которая была на дружбе. И чтобы они тоже получали практик футбольный, играли. Все-таки это любительская лига, и она как бы ни во что ни врастает. Поэтому мы и остаемся в любительской такой среде. И главная задача – увеличить количество людей, чтобы спортсировать им на большем количестве людей. Кто-то играл в вышки, кто-то играл в боба. Как делать многие другие команды, собственно. Чтобы было… Тебя бы устроило сохранение коллектива вашего, но при этом место в середине таблицы, но без еврокубки. Вышки? Ну, условно говоря, там, седьмое, восьмое. А, в следующем году, если мы выйдем, то, конечно. Ну, серединка – это нормально будет для начала. Да, конечно. У вас, кстати, под Беревостин играет, представитель РПЛ. Вообще, наверное, на Западе, потому что Погребняка закончил карьеру, да. Мамане заявили… Ну, РПЛ. Мостового. А, Мостовой. Ну, был он. Мостовой? Он не играет, подберете. Он был в Балтике. Где его брат? Как-то… Но он был в Константе, да? В Константе? Ну, какое-то время, да, в Константе, потом вроде в Балтике… Ну, еще в Беревостин играл в Каитке, он играл… Не, ну, я имею в виду, вот сейчас последний, мне кажется, он как раз будет с братом играть, и даже за Балтику он не играл. Ну, да. Ну, в общем, он заявлен за нас, он не играет. Ну, это понятно. Понятно, что ему не нужно это, вот. Ну, у нас как бы дружеские отношения, я Славик и знаю, когда ходить имел, например, на коляске катался, мы с братом все дружили, мы просто в одном доме жили, так получается, вот и у нас очень естественные дружеские отношения. Вот. Ну, к сожалению, он ни пока нет. Если он с Титаном приедет на игру, я буду очень рад. Нет, исключено, просто Слава молодец, он, конечно, не сжирается, да? Он приезжает, в принципе, играет. Да, ему не зазорно. Не зазорно. Почему-то нет. Собирает команду. Молодец, молодец. Анар, ты сказал про юбилей. Давайте чуть-чуть про команду. Как создавалось? Когда этот юбилей? Какой день, дата может быть был или только будет сейчас? И, соответственно, почему триумфальная арка? Это очень пафосно, наверное, команде брать на себя сразу главный символ. Один из главных символов Запада в направлении, когда едет в Запад. Закат. Там солнце сзади. Просто на эмблеме это не очень заметно. По идее, должно быть яркое солнце сзади и главное. Но изменим, так сказать. Переделаем. Но пока так. Триумфальная арка это символ Запада. Мы Запад. Мы любим этот район. Это наш дом, так скажем. Все с рождения там живут. Растут на этих полях кунцевских. Поэтому как-то... Почему Константа? Константа, если сказать, группа. Ты наверняка знаешь. Рэп-группа. Константа. Мы были молодые. Нам было лет по 20. Мы все слушали эту рэп-группу. Нам это нравилось. И не поверишь. Очень забавная история. Я был уверен, что я хочу Константу. И в это время я иду. Мы должны были собраться, чтобы осудить команду. Кто будет. Кого заявлять. Кого не заявлять. И я иду по дороге звоню одному из, так сказать, главных в команде. Кто-то имел. Третье поменье никто не имел. Я говорю, Саня. Как команда зря? Константа. Я говорю, понял. Иду дальше звоню. Второе. Слушай, Тимур. Как командование? Константа прикольно. Да ну нафиг. Реально мы сейчас говорим. Все. Константы называем. Постоянство. Наверное. Константы. И два ствола. Это Филатов и Огайев, да? Я тоже слушаю. Что-то знакомое. Мне кажется, я тоже слушаю. Я тоже был. У нас тогда трех стрелка должна быть еще Владимир Харьковский. Кстати, Харьковский вводил не одну команду в Премьер Лигу. Я на сколько помню. Но почему-то да. Они все команды после поражения начинают падение. Мы тебя хотим предостеречь. Может быть его не брать, например? Владимиру? Владимиру. Владимиру. Альбион. Меч. Да. Да. Он начинал в Константе. Первая команда была Филатов. Он когда выходил, было понятно, что он вернется. И вернулся к нам. Играть большую роль в команде. Вот он тогда, кстати, играл. Да. Он также играл. Сейчас он играл. Он еще молодец. Когда юбилей? Понятно, что 10 лет. Есть какая-то дата конкретная? Анард, давай поговорим про другие коллективы первого дивизиона. 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 удаётся. Пахом молодец выбивает впереди и отцепляется. Сосарк у них не сильный, нет таких ярких прямо. Я бы не сказал, но они команды. Вот у них есть команды. Организовываемый у них футбол, обороны. Свой стиль. А-ля «Усадьба Банная». На Востоке играет, ага. Свой стиль есть. И они придерживаются уже, как видим, на протяжении много времени. Не просто случайно. Бывают, конечно, случайные команды. Классика, она в раз-раз устрелит. Понятно, что по организации, по многим другим событиям, она будет... Мы, кстати, смотрел передачи, мы неоднократно обсуждали константу и говорили о том, что команде не хватает как раз стабильности. То есть она вроде «ки-ки-ки-ки», вы можете стрелять и стрелять, и потом вы можете и проиграть при этом. Наоборот, я считаю, что константа очень стабильная команда. Нет, сейчас может быть есть стабильность, но... Стабильность не только в победах или в поражениях, я считаю, что стабильность в ЛФО как раз в других вещах, а победы, поражения... Ну, исключительно, мы игровые какие-то моменты нет? По-игротски? Были? Мне кажется, очень неровно в команду шла. Или внутри так... Ну, такая команда, что мы можем выйти в низах, и в то же время выиграть команду в первое место. Мы буквально два года назад в этой матче с Юрьевым, когда выиграли Аслан Гатагу команду. У них 18 побед подряд было, никому они не проигрывали. Мы вылетали из первой лиги, мы были в зоне стыка, и все. У нас последняя игра, нам эти три очка нужны, чтобы сохранить. И мы выиграли их со счетом 3-2. И гол забил Филатов Олег за пять секунд до финального свистка. Мы выиграли этот матч. Все думали, что мы с представителем Аслан Гатагу. Как его зовут? А команда в честь отца? Да. С Аслан я вам перепутал. С Аслан все думали, что мы с ним договорняем. Ходили такие разговоры. Да, да, да. Это абсолютно глупость. А я смотрел этот матч. Дело в том, что даже если мы идем в низах, мы можем собраться. Есть состав. На первом поле играли на Ассетане. Да. Да, да. Было это просто момент, когда не могут приехать сразу два-три человека. И ты понимаешь, что все. Угу. 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 И когда Арсенал должен был вылететь, но оставили его как заслуженную команду, все-таки вакансия появилась. Да, и Арсенал сохранил место. Умас, хорошо. Ты такой мостик подводишь к Арсеналу. Арсенал, который после пандемии вообще штормит. Там много поражений. Хотя команда вроде и собирается. Но вот результаты не даются. И здесь ничья, но совершенно противоположный 0-0. Валентина, где было 10 забитых мячей. 5-5. Ну, договорняк. Валтик. Ну конечно нет. Валтик, мне кажется, не так было. Одно очко в Балтике борются за призы. И это одно очко – как пятое колесо в телеге. Да. Арсеналу нужно выжить. Тоже им это очко. Какой старинный дерби тоже получилось. Ну, было 5-5 вообще. Вытащили игру, да, потому что проигрывали 2-4, Арсенал проигрывал. Причем там ничего не предвещало, но в итоге отыгрались. В целом я считаю, что лига реально слабая, смотрю даже так высоко идёт, идут некоторые команды. Я никого не хочу обидеть, просто я знаю, что они когда-то в Балтиках приезжают старым, играют и так высоко идут. Но она стала ровнее, я согласен, когда мы общались, но все-таки может какая-то команда снизу хлопнуть вверх, в принципе. Да, и смотри, до той же пандемии мы когда писались… Вверх слабая означает, что верхушка слабая. Ну вот атлетиками для Балтики. Это не означает, что низ сильный, это означает, что верхушка. Так может это хорошо? Я считаю, что уровень нашей лиги, причем я так категорически говорю, что лига слабая, мне кажется, Атлантис продемонстрировал всем уровень нашей лиги. Они не играют уже 10 матчей где-то. Все равно восьмом месте. Они все равно восьмом месте. И до сих пор никто их не догнал по забитым мячам. Да. До сих пор. И до сих пор у них плюс 2 к 1. Ну вот скоро догонят. Надо было, наверное, через две передачи. Они бы догнали бы, и тогда бы ты не говорил про Тлакет. Тем не менее, догнали бы, сейчас 300 уже наколотил. Атлантис в этой лиге в первом месте и проиграли в этом же году. Атлантис 8-1. 8-1. Как они вообще снялись, я не понимаю. Такие команды должны были быть. Да мы сами расстроились. Они расстроились по поводу матча с нами. Я очень расстроился. Вообще непонятно. Да, психанули. Но на самом-то деле я слышал такую версию, что когда мы играли, Аким сказал своим, что пешком не обыграть. Может быть руководитель. Он говорит, ну вы либо играете действительно, либо пешком. Просто деньги отдавать нет смысла. И на фоне этого так было. Ну это опять же слова Анара подтверждают, что пешком обыграли всю лигу. Да. По сути. Я с тобой согласен. На мой взгляд, Атлантис – это высшая лига. Это первая. Ну они выходили абсолютно без энтузиазма, без целей каких-либо. Они выходили, получали удовольствие. 140 мячей забили за… С одной стороны, я так согласен, с другой стороны, там 10-12 профессионалов. Ну что, они подключили пару молодых бегущих, которым дают три профессионала головскую. Закрой глаза, и он даст тебе в ногу. Ну Атлантис, мне кажется, такой пример. Ну Атлантис был всегда… И Атлантис еще знал, когда потом начали играть. Я их увидел. И для меня они были как примером. Ну честно. Я всегда стремился, чтобы команда была в чем-то похожей на Атлантик. Они для меня были авторитетной командой. И когда они снялись, я прямо честно говорю, что они были имиджами команды. Ну конечно. Ну конечно. И я считаю, что Атлантис всячески должен был сохранить такие… Хотя бы такое название, как Атлантик. Я не знаю, как-то по-другому. Ну пока вот в турнире таблицы есть. Может быть, в следующем сезоне получится возродить. Атлантик. Про Балтику, кстати. Что скажешь? Вы играли. И 2-6 там тоже вообще по в одну калинку получилось. Ну там тоже, да. Уверен. Матчика играли. Вот сейчас голы. И вот сейчас лейтвы. Ну тоже опять же на мастерстве конкретных игроков. Вот. Ну и сейчас получается. Нет. Я на самом деле так тоже на команду говорю. Сейчас последние игры, наверное, да. Получается. Низан играть. Уходим правильно. Нападающих продать. Ну, продали всех своих. Горбенко Вячеслава там. И еще одного гидителя вот ушел. Как нападающих отдали. Игра какая-то пошла. Потому что перестроили. Чуть по-другому начали играть. Не просто на нападающих. А сейчас из глубины защиты. Через пас. Низан получается. У нас мини-футболисты. И 2 хорошие шоки. Типи. Который этот гол шикарный добил. И еще. Леша Попов. Парень на каждую игру приезжает в город Рязань. В общем, надо отдать доллар. Вообще молодец. Да. Стараюсь. Следующая команда. Давайте по верхушке. Дюпель 13. Дюпель сейчас после победы на Заричье 12-3. Вам играть? Да. Скоро. Надеемся, обыграем его тоже. Ну, Дюпель это самая симпатичная. Одна из самых победительных команд. Ну, вообще в ЛФЛ всегда была. Команда всегда, которая играет в футбол, мяч, зоны. Ну, все очень. Все по-футбольному. По-футбольному. Есть, конечно, люди с футбольной головой. На них интересно, да. Ну, с ними у нас игры, кстати, один из самых моих таких нелюбимых противников, которых я хочу обыграть всегда, это Дюпель. Ну, все, хлопните 4-1, как Барт. Надеюсь, да. Как минимум. У нас по разнице мячей надо оторваться, поэтому, я думаю, Бося забьем. А, ну, где-нибудь 7-1. Ну, дай Бог. Ну, с таким успехом вы можете и первое еще занять. Я, кстати, сказал, что у тебя желание выйти с первого места, но есть все шансы. Есть. Математически есть. Но если Дюпель должен еще, кроме того, на нас еще кому-то проиграть, либо в мячу сыграть, а Барт должен точно еще кому-то проиграть, по-моему. Ну, да. Да. Хотя, вот у нас сейчас прошла такая серия. Как раз Дюпель сыграли, с Константой. Да. И у вас несложно. Ну, относительно. Я тебе говорю, все здесь пока юг. У Дюпеля вообще самый легкий. Я считаю, что Дюпель... Проиграв даже нам, легко может... Ну, если он пройдет до вас, потому что вы играете в конце октября, если он дойдет до вас без поражений, то, в принципе, имеет право на осечку. Я очень надеюсь на матч Мистерии. С Мистери... Вы не играли? Мы играли. В последний раз, в последнюю игру мы с ними еще сыграли. Очень хорошая команда. Я думаю, после пандемии, да? Или до пандемии мы с ним сыграли. В последнюю игру с ними, во втором круге мы с ними уже сыграли. А, в декабре? Да. Два-два вы сыграли. Да. Кстати, Мистери, мне кажется, одна из самых играющих команд. Очень симпатичная команда. Мне очень нравится. На них тут больше. Я очень хотел бы посмотреть, как они сыграли с Адлантистом. У них в этом туре была техническая победа. На Кегле наконец-то заработали свои три очка. Три одни победы над Ватутина. Но Ватутина, Заречья – это команда, которая доигрывает чемпионат, на ваш взгляд? Заречья планирует остаться. И вот я с голкипером разговаривал с Сашей. Он сказал, что мы минимум в стыковое место займем. То есть, Заречья не доиграют, Заречья бьется отчаянно за выживание. Верят, да? Да. И верят в то, что останутся, да. Кстати, вот у Барса еще с СПК Юг играет. Я не знаю. Юг пропустил столько же, сколько Кегли. Очень мало команд пропускают. Я не помню, кто 3-4 мяча, чтобы они пропускали. Да, это тоже мало. Да. Поэтому Барсу, если вскроете, то получится обыграть. А если нет, то может и 0-0. Могут, да. Упереться, конечно. Ну и Кегли еще раз отметим. Тоже доигрывают сезон Макс? Кегли? Да, не совсем. Думаешь, что они будут большие? Ну, нет. В смысле чемпионат. А, конечно. Но у них никаких задач не было по выходу. И поэтому они показали всем, что они сильные. Они добрались до высоты, а сейчас сами провожают. Ну так тоже. Тем более, после проблеме сложно влиться. И они не предприняли таких, скажем, каких-то усилий. И вальяжно доводят, конечно. Капраун в том числе сказал, что если попадут в стыки, будут их играть. И будут стараться их выиграть. Но если выиграют, то в вышку не пойдут. И принцип такой же остается. Абсолютно спортивный. Да. В отношении к делу. У нас есть видео еще одного матча. Портер – Вестсайд. Портер обыгрывает, мне кажется, самую закрытую, наверное, команду чемпионата. Вестсайд. Вестсайд самая закрытая. У нас есть кегли из ПКЮ. Да, да. Вестсайд, я не сказал, самая закрытая. Одна из самых. Вы с ними тоже играли в сентябре. Обыграли 3-1. Ну вот, я просто вспоминаю даже по нашей игре. Вестсайд играл по сопернику. То есть они умеют. Они умеют. Вестсайд играл по сопернику. Вестсайд играл по сопернику. Вестсайд играл по сопернику. Ну, нет. Рома Швейер. Молодец. Я сказал, что закрытая команда. Но только играется, боже мой. У меня только не каких-то. Ну, вы, что, можно сказать, 3-1 обыграли? Как противоорцена играла? Да, я сейчас не очень помню. Ну, не помню, но так. Тренин. То есть не тяжелая была игра, да? Я не помню, что-то. В этот раз не удалось обыграть Портер, где дебютировал сын Андрея Ковальчук, старший. Не хватало народу, он помог команде и удалось задержать победу 2-1. Он занимается, но вроде бы Портер сделал ставку на Кубок Москвы, на Лигу Москвы, на Еврокубок. Чемпионат чередует победы с поражением, но здесь крепкий высайд удалось обыграть. Важные очки для Портера СВ, они вышли из зоны вылета. Важно. И еще один матч, последний – «Импульс Веер», «Импульс обыграет Веер» 5-4. Что скажете? Веер любителю футбола, поэтому борется. В 13-м месяце. Выбрали, Заня. Веер проиграл, «Импульс» 5-4. Веер проиграл, «Импульс» 5-4. Веер проиграл, «Импульс» 5-4. Веер проиграл, да. Веер обновился. Я знаю, некоторые игроки даже к нам перешли. Веер, мне кажется, не хватает им глубины состава. Если пара человек выпадает в яркие игру, то они проигрывают. Во-первых, они уже вышли из зоны стыков. Это уже какое-то облегчение. И второй момент. Мога вернуться на запрос «Импульс». Но здесь очень все цифро. Ослабляться это дело. Не путь зато после пандемии очень неплох. Да, и у Ипульса даже математические шансы появляются на сохранение прописки, если вы выигрываете старшийся. Да, Максим, если ты поможешь им остаться. Ну, мне самому надо остаться, поэтому… Радует, что у нас внизу команды, которые идут, не распадаются. Такие коллективы тоже старые, поднимутся. Ну, кстати, подним-то тоже неплохо играет. Сейчас и Саша, да, по-моему, представитель? Ильин, да. Саша, Линда сказал, что вроде мы поборемся даже, постараемся, попробуем. То есть он как надежда, знаешь. Да, у них там две победы технические было. «Турбина» не собралась 5-0 и «Атлантик» пропустили 5-0. Еще одну выиграли, 9 очков подиума. Ну, нет, это просто на фоне пандемии. А я бы отметил еще, кстати, Ватутина. Команда, которая имеет всего лишь 16 очков, идет на последнем месте, уже давно вылетела без шансов, собирает по два состава на все матчи, бьется, даже очки цепляет. Вот это похвально. Обыграла Заречи. Такое впервые вообще случается за всю историю, что в первой лиге последняя команда не бросила играть. Обычно два маще снимает, либо получает огонь. Я рассказывал, да. Вот Ватутина в этом плане просто красавка. То, что мы вышли в первую лигу, заняли последнее место, вылетели во вторую. В этом же году выиграли опять. Второе заняло место с Деброй первым. И обратно вышли в первую. Вот до сих пор, наверное. Да, это очень показывает характер, я считаю. Вопрос в другом. Дорогая ложка к обеду. Если бы Ватутина начинала так, то сейчас бы они, может быть, в средневнике вышли бы. Да. У них дело в том, что лидеры вот ушли. Сметанкин, Алиных. Да. Без них, конечно, это два мотора команды. Сейчас они вернулись в поставить положение, но уже, к сожалению, поздно. Ну вот само то, что команда сохраняет лицо в такой ситуации собирается. Это похвально. И они не ссорятся, то есть там не ругаются. Это просто, ну, браво. Организаторам надо жать руководителя надо жать. Илья Слаганюк, просто респект. Да. Вообще всем организаторам, руководителям всех команд первой, второй лиги я всем, пожалуй, буду. Илья Слаганин, я думаю, что все молодцы, на самом деле. Это большой, огромный труд. И ЛФЛ держится именно на таких людях, на тех, кто любит футбол всей душой и тела. Давайте посмотрим как раз турнирную таблицу. Сейчас вверху, в принципе, все горячо, особенно сейчас после вашей победы над Барсом. Тройка будет бороться? Балтика, Кельди? Да, Кельди. Я тоже считаю, что тройка призеров уже определена. Вопрос, у кого какие медали есть. Да, я очень надеюсь, что вы еще по одному разу проиграете. Не расстраивай Анара. Барс, ну слушай, Барс уже титулованная. Супер титулованная команда, вам ничего не надо. А я выиграл первой дивизионной мне тоже. Да, не надо. Дюпель тоже. Дюпель выигрывал, да? Наверное, никак я выигрывал. Сейчас подумать, что вы договоритесь. Где-то Юрий сейчас посмотрит и все. И все, молодцы. И Карачун тебе цветы. Ну, с верхушкой все ясно, с низом. Как ты думаешь, кто опустится? Честно говоря, когда ты находишься на верху, вниз особо не смотришь. Приятно, да? Ну, лишний раз нервы. Я когда проигрываю, я уже даже на сайт не выхожу. Когда команда проигрывает, мне даже настолько становится неприятно все это. Да, ты знаешь, я тоже тоже. На сайт не выхожу. А как только начинаю выигрывать, все, я живу в сайте. Как будто каждый раз обновляют и буду что-то изменять. Ну, мне кажется, так все. Я сам тоже проиграл. Я не заходил до сего дня, пока я не начал АВП готовиться, я не заходил на сайт. Возьмем, пока Рома сейчас так будет выставлять интересные посты. Да, да. Давайте посмотрим на бомбардиров. Здесь у нас первую пятерку мы… Ответика, да? В первом местном вроде игрок. Показываем, да. Дейстайм. Вы к голове накрикаете, что ли? Нет, нет. Я же задавал вопрос. У меня даже настолько честно, что Юра Роженков подтвердит всегда. Если я где-то, допустим, ошибусь, голевую передачу даже. Я Юре пишу, что отдал не вот этот игрок, а вот этот. Роженков подтвердит. Вообще, рефери должен это делать, чтобы было все четко. А так, остается на совести только представители команды. Да, конечно, за этим надо следить. И все должны быть максимально ответственны. Ну, у нас Андрей Ставин, он просто чемпион Северо-Востока, например, в составе Фемидии. То есть, это человек, который профессионально играл в Беларуси. Да, он играл и в высшей лиге Беларуси. И становился лучшим бомбардиром первого дивизиона тоже в РБ. Так что, это человек, который умеет голы забивать. Там все честно. Второй был и Андрей Митрофанов, 35 добитых мячей. Он хочет выйти, заглядывает там. Я ему недавно сказал об этом. Он говорит, не знаю, но я думал, как это. Ты его как-то простимулируй, может быть. Да, я ему говорю, слушай, я говорю, ну что тебе. Он сел на замену. Я говорю, выходи, забивайте. Я думаю, можно на это. Бордиров снять. Простимулировать. Ну, я думаю, что он станет. Я думаю, что он станет бордиров. Вот так, Макс. А у нас Стаян не пошел пенальти бить с леером, например. Я говорю, ты лучше бомбардиром идешь, иди бей пенальти. Никому не давай. Мы вели уже тогда 5-1. И Стая говорит, да ладно, что ты это сама. То есть он так серьезно не относится. И у нас пошел Слава Соловьев бить. Мы же сейчас заявили вратаря. И не забил, а Стаян добил. Да. Наверное, да, чувствовал. Евгений Горячий. Вернувшийся из Ульты. Третий. Да. Хотя долгое время он лидер в его чемпионате. Тоже серьезный. Николай Сасонкин и Артем Антошкин. Финиш 99. Собственно говоря. Антошкин. Антошкин, да. Уголы его можно посмотреть. С кем он играет после игры. Отмечают его игру на данный момент. Всегда отмечали Филатова. Но его и сейчас до сих пор отмечают. Филатова. Он всегда хорош. Какой гол забил Филатов? Он всегда самостоятельно сбивает. Шикарный. Пятерка у нас сразу вошел. Слушай, Филатов, кстати, Динамо московская воспитанница. Да. Концева, потом Динамо. Концева, Динамо. И за Динамо даже профессионально, да, поиграл? Я его в форме Динамо увидел. А вот Митрофанов? Митрофанов закончил школу ЦСК. В дубле он не играл? В дубле он, куда-то он перешел. То есть профессионально тоже поиграл, да? Профессионально нет. Он играл в мини, переходил в Динамо. Потом в Спартаке он играл в футбол. Как ТПФ, да? Потом в Спартаке он получил крестообразную связь. И все. Закончил футбол в Спартаке. И, видимо, в большой футбол. Могу пройти на тебя. Ребята видишь какие-то в спартаке играют? Да. У нас очень много таких ребят. У нас все футбольные. Со школы. Да. Все со школы. И начальник, когда команда создавалась, все были школы у нас под Березкиным. У нас все года были в 87-й. Под Березкиным. Ты тоже в спартаке занимаешься? У меня своя история про футбол. Я в 8 лет пошел. У меня Акуненко такой был тренер в спартаке. Александр Владимирович. Мне старший. А, старший. А, старший. Был тренером в 88-го года. Мне было лет 8. Он меня не взял. Мне было очень обидно. Мне было супер обидно. Я был пухленький чуть-чуть. Я на меня не взял. Я два года вот так приходил. У меня два года не взял. И в моменте, когда я ушел на другой спорт. Мы начали заниматься рукопастным боевым самбо. В этом же спортивном комплексе Кунцева. Он меня увидел. Он говорит, а ты куда? Я говорю, на боевой самбо. Он говорит, а на футбол можно больше не приходить. Я говорю, а почему? Он говорит, ну у тебя мышцы по-другому формируются. Поэтому нет. И для меня это была очень большая травма, так скажем, детства. Я очень люблю футбол. Я, как видите, 10 лет занимаюсь этим. И я живу этим. Мне нравится. Я люблю футбол. И такая травма была. А так у меня все друзья. Андрей Корыбко. Он был капитаном в 88-м году. Виталик Брестов. Он лучший в 87-м году. В 89-м году Михайлов Максимов был. Лучший нападающий в Пунцево. Тарасов Юрий. Лучший нападающий в Пунцево. Подбережки Вячеслав. Они все. Анар, пожелай что-то, может быть, зрителям и своей команде перед оставшейся частью этим месяцем. Хочу пожелать ЛФЛ, чтобы он развивался во всех направлениях. Потому что все люди, которые этим занимаются, увлечены в это. Хотят, чтобы эта любовь такая была. Пахла, цела. Потому что, действительно, люди вкладывают сюда их душу, время. Что только не вкладывают. Поэтому, желаю, в первую очередь, ЛФЛ. что он есть, что он существует, что он дает нам возможность заниматься любимым фобби. Всем желаю заниматься футболом, не травмироваться, не ругаться. Верно. Ну и добавлю, без травм самое главное. Наверное, желаем тебе и твоей команде добиться тех задач и целей, которые вы ставите. И все-таки, немножко заглядываю в лучший, пожелать все-таки оказаться в премьер-лиге. И сделать там хороший какой-то результат. Будем стараться. Резонанс, да. Закрепиться. Потому что мы уже говорили неоднократно. И будем болеть. Вам спасибо, что пригласили. Было очень интересно. Спасибо. Сказали про команду. Я считаю, что таких больше должно быть. Люди должны знать про команду. Потому что это создает интерес какой-то. Когда я говорю, что Балтика и Константа – это антагонисты. Да, да. А по сути у нас нет никаких, мы не ругаемся, а не совместим. Просто хочется создать какой-то… Ну конечно, все правильно. Спортивный интерес. Да. Спортивное интересное. То есть специальное противостояние. Да. Почему бы. И это можно развивать в ЛФЛ дальше, чтобы в целом было интересно, чтобы каждая команда знала, что она представляет Запад, чтобы она дралась за Москву в Москве и представляла Запад, да. Может, будут какие-то лиги в итоге, которые не просто округа будут. Мы сейчас играем в Лыжниках, да. Удобно, я думаю, многим округам приехать сюда. Да. Там можно создать такую лигу, где с разных округов будут приезжать, например, команды, и они будут между другом. Это еще больше интерес зарождает. Лучшие какие-то команды. Ну, пока у нас только Еврокубки. Ну, я все же люблю Москвы. Да, да, да. Кубы Москвы, которые приезжают. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Увидимся через неделю. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok